Здравствуйте телезрители! Сегодня я вам расскажу об уникальном фильтре для аквариума объемом 840 литров, который изготовил умелец из Орловской области, из села Плещеево, Анатолий. Кроме того, мы увидим в видео очень интересные кадры, как Анатолий пересадил обыкновенный мох в свой громадный аквариум, и этот мох даже дал какие-то побеги, похожие на цветочки. Также мы увидим уникальные растения, пересаженные Анатолием из реки в аквариум. Увидим приспособления для посадки растений, увидим черепаху и креветок, которыми кормит ее Анатолий. Также увидим, как Анатолий пытается вырастить Артемия у себя. В общем, один из зрителей моего канала написал мне вконтакте о том, что он сделал очень интересный фильтр для аквариума своими руками. Причем аквариум у него громадный, почти что на тонну воды. Живет он в селе Плещеево, это пригород Орла в сельском доме. Я решил съездить к нему и посмотреть, что же такого уникального сделал этот человек. Написал мне один замечательный человек из пригорода, что у него очень интересный фильтр самодельный есть. Мы решили снять ролик про это. Вот я сейчас, значит, приехал на встречу с подписчиком канала. Это у нас остановка Мезенко возле Орла. Он не Мезенко, а педколледж, педагогическое училище, в общем. Вот стою, жду сейчас его в машине. Я в прошлом кузнецом. Вот, приехали мы к подписчику. Анатолий его зовут. Здравствуйте. Да, ну и расскажи, как вот получил, что аквариумами стал заниматься? Да вот из-за инвалидности, скука, вот и занялся аквариумами для души, для равновесия. Ну, а до этого что же у тебя были аквариумы когда-то? Да, в молодости занимался аквариумами. Ну, лет до 20 держал, потом жизнь закрутила, семья, куча проблем была. Сейчас вот на инвалидности. И вот для души занялся аквариумами. Друзья все сбежали. Вот друзья мои теперь о рыбке. Еще хочу передать привет всем инвалидам. Ребята, не падайте духом, все будет хорошо. Занимайтесь любимым делом. А инвалидность у тебя с ногой что-то случилась? Да, у меня с ногой, в сердце, у меня опухоль на мозге, киста на мозге. Ну, в общем, проблем со здоровьем хватает. Я здесь поснимаю просто, как мы идем. Это в кузне моя в прошлом. Ты кузнец там в прошлом, да? Это вот кузня, сейчас она умерла, правда. Ну, это раньше, когда ничего, наверное, купить нельзя было. Были кузнецы-то тогда очень ценны в деревнях. А сейчас, наверное, уже все можно в магазине пойти купить, если что. Ну, в магазинах сейчас штамповка, ручная работа, она очень сильно отличается от штамповки. Есть понятие паковка и ковка. Ну, кузня это вот у тебя, да? Кузня уже падает, упала вся. Так, ну, вот это кузня. А это горн был, да? Да, разогревался. Горн, вот. Значит, ты кузнец, да? Да, кузнец. Кузнец. Вот, это дом твой, да? А ты с женой или один живешь? Я, жена, двое детей, дочка, ну, дочка дома сел. Сачком зацепил на речке рыбок, для интереса. Здесь вот сразу аквариум с речными рыбками. Одна гупяшка только, главы. А речные, где их там, что-то я не вижу. Усим, мальки. А, мальки речные. А я одна гупяшка, она, говорит, больная, и я ее сюда садил. На спине шишка, говорит, а это вот будущий фильтр, еще следующая партия. Вот из этой трубы будет делаться большой фильтр мощный. У меня сейчас стоит фильтр? Вот Анатолий говорит, из этой трубы будет делать большой фильтр. А из похожей трубы он уже сделал фильтр, но поменьше, да? Да. Ну, давай посмотрим фильтр, который ты сделал. Пойдем. Добрый день, здравствуй. Да мы здесь решили для блога, просто человек хотел записать канал на YouTube у вас про квориумистику. Вот поэтому здесь. Вот коряга какая обалденная. Это я на речке нашел, отрезал. Люлик, иди отсюда. А что за дерево, не знаю. Ну, что-то рядом. Вот коряга. А ты ее отваривать будешь еще в соли, нет? Ну, это спорный вопрос. Вот я свои, допустим, коряги у меня дубовые в аквариуме. Я их не отваривал. Вот аквариум в холодном виде. Ну, Игорь Роман, на сколько же он литров? 840 литров. 840 литров аквариум. Ну, может, и станешь, что у аквариума что-нибудь расскажешь про него, как ты делал вообще. В общем, пеньки дубовые, грунт, песок, обычный строительный песок. Промывал через сито его. Долго мучился, но получилось здорово. Пеньки я не варил. Пеньки отмачивал в бочке с водой сначала. Пеньки ты просто нашел здесь где-то рядом, да? Да, на речке. На речке пеньки. Это дубовый пень был, я его расколол. Это вот все один пень ты расколол, да? Это пень расколотый. И ты его не отмачивал, да? Точнее, я его отмачивал, но не отваривал. Не отваривал в соли, не отваривал, не отмачивал. А какое же здесь стекло? Сколько же он миллиметров? 12 миллиметров. Стекло здесь. Ага, стекло 12 миллиметров. Стекло 12 миллиметров. А чем ты их кормишь? Кормлю вот пока сухим кормом Гамарус. Вот закупился. Ну, корм хороший, он мне всегда нравился. Питательный, полноценный. А подсветка, я с вами, ты заказывал, да, тоже отдельно? Прожектора, что ли? Нет, прожектора я делал сам. Это 100-ваттный прожектор. Один 100-ваттный. И два 50-ваттника светодиодные прожектора. А, светодиодный сам делал прожектора. Это стандартный. Сам собирал, то есть и диоды отдельно покупал? Нет, это я уже покупал готовый. Готовый покупал, ты просто собирал стойку сам? Да, стойку делал сам. Фильтр работает вот. Вот трубка, что вниз идёт, сетка белая затянута, это всасывает. И вон та трубка в выброс идёт. И вон чёрная трубка, которая создаёт течение и как бы глушить, чтобы не было большого течения. А вот фильтр из трубы, вот там вот мы сейчас видим, он забит керамзитом, да? Да. Он забит просто керамзитом, а сверху чуть-чуть в поролонах. Ну, поролоны там незначительные, смоют. Нет, давай, помогу тебе. Смотри, господи. Заряд. Ноутбук. Главное, что ноутбук цел. То есть это идёт вообще система от водопровода у тебя, да? Нет, здесь, точнее, труба идёт, да, от водопровода, канализационная труба. Это вот такой фильтр ты сделал. Это насос для воды подачи. Да, да, да. Это он у тебя получается... А у тебя вообще как это? У тебя водопровод скважина своя или она у тебя качает? Это общий какой-то идёт. Нет, и здесь идёт циркуляция. Из аквариума фильтр, из фильтра в аквариум. А замкнутая система? Да, замкнутая система. Из аквариума фильтр. Из фильтра в аквариум. То есть проходит вот эту всю трубу, она керамзитом забита, да? Вот вниз подаётся вода. Вниз вода подаётся, заходит, проходит через трубу кверху и идёт выброс. Идёт выброс вот через трубку. Да, включая здесь вот просто. А это у тебя какой-то регулятор стоит на время? А это таймер включения света и выключения света. Вон в 12 часов у меня дня свет автоматически включается. И в 10 часов выключается. Понятно. И долго что делал её? Ну, это было собрано на скорую руку, потому что, когда аквариум запустил, получилось как, значит, грунт засыпал, залил водой, поставил пеньки. Муть стояла две недели. Потом муть ушла, и я обрадовался, поставил свет, запустил рыбок, посадил растения, и внезапно произошёл бактериологический взрыв. Всё замутнело, вода, как брага, начала просто бродить. Вот этот фильтр я собирал на скорую руку, потому что вот на улице лежит большая труба, я хотел с большой трубы сделать. Но пока нужные детали не нашлись, я сделал вот на скорую руку вот этот фильтр. Ну, и вода сразу нормальная, да, стала? Вода в течение трёх дней восстановилась. В течение трёх дней вода восстановилась. Но через день, скажем, вода восстановилась. Очень заметно было, что вода начала восстанавливаться. Просто громадный аквариум здесь, вот если смотреть по комнате, где-то, наверное, треть комнаты занимает. Ну, тут пришлось и делать ремонт, переделывать всё. Всё под этот аквариум. Зал пришлось переделывать. Ну, а рыб крупнее ты не хочешь туда запустить? Да, я буду скалярии заводить, неонов. Пока сейчас вот идёт вот этот бактериологический всплеск, пока боюсь. Не хочу я других рыб. Сейчас вот где-то в сентябре я буду сюда запускать уже неонов, потом хороших больших скалярией. Понятно. А вот внизу песочек ты тоже, конечно, брал из реки просто, да, просевал его? Это обычный строительный песок. Строительный песок. Сидел я с ситом, ведро воды, сито и намывал. Мелкий песок отделял, крупный оставался в сите. И получилось очень обалденно. Здесь всё не покупное. А растения ты покупал или это растения? Растения, вот скажем, вот это покупная, лимонник покупной, криптокарина покупная, мох покупной. А вот вот эти растения, я даже не знаю, как называются, это с речки. Вот с речки растения. И вдалеке рядом с лимонником стоят речные растения. Я даже не знаю, как они называются. Вот это речные растения. И они нормальные? У тебя давно уже у тебя живут? Ну, они уже где-то недели три у меня. Один даже вот дал сверху цветок, пустил. Стрелка с цветком пошла. Стрелка с цветком, видим, на растении речном пошла. Вот сейчас я крупно беру. То есть в аквариуме частично речные растения, частично они покупные. Но речные говорят, что иногда на зиму они отмирают. А покупные это они с тёплых стран, они целый год обычно зелёные. Посмотрим, как говорится, время покажет. Понятно. Вот из такой трубы, говорит Анатолий, сделал фильтр, который мы в квартире показывали. Вот как бы это, ну, заготовочка, это ты ещё будешь фильтр делать? Нет, это просто валяется лишнее. Это водопроводная, пластик, да? Да, водопроводная. То есть ты её отпилил, забил туда керамзит, установил насос. А насос ты покупал, да? Загрузку поставил одну с одной стороны. Насос покупал я, да. Хорошо. Он, конечно, маленький, я думаю, на этот объём. Можешь даже сверху. На заднюю. Есть. Там трубка во внутрь заходит, вода как-то стоит. Вот фильтр из подручного материала всё сделано. Это фильтр циркуляционный. По кругу идёт. Вот мы его крупно берём. Сколько по времени ты его сделал? Ну, по времени я его за день сделал. За день сделал вот человек. И вот мы видели во дворе большую трубу, будет второй фильтр делать. Там только керамзит, да, не активированного угля, ничего такого? Нет. Керамзит и сверху чуть-чуть поролона. Керамзит и сверху чуть-чуть поролона. Потому что керамзит всплывает, поролон и рисортичка пластиковая, и всё, чтобы огни выдвинуло. Всё сделано, да, вроде бы, стекло. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Ну, такой вот замечательный фильтр. Вот у нас человек сам сделал своими руками. Вот стекло чистится дворником от машины. Вот стекло становится идеально чистым. Ну, покажи ещё сам дворник крупно. Вот таким вот дворником Анатолий чистит стёкла. Стёкла. И стёкла становятся идеально чистыми. И так же внутри аквариума. И внутри аквариума. Я раздеваюсь вот так с рукой, залазю и чищу. Потом, конечно, вот здесь от стекла я для уверенности мягенькой тряпочкой вот протираю. И всё, больше ничего не надо. Стекло становится идеально чистое. Да видно, что стекло чистым. Вот такая интересная штука – сажать растения, да? Да. То есть это ты как делаешь? Это палочка была, от бильярда валялась, я нашёл. А это часть от ложки. Тут заметно, что была ложка. Я её разрезал пополам. Раздвинул на две части. Края острые. На всякий случай, чтобы она не царапала растения, покрыл лаком обычным. Лаком для женщин, для ногтей. Ну, это так, для страховки, чтобы не поцарапать растения. Ну, а как сама посадка происходит? То есть ты растения зажимаешь сюда, получается, и втыкаешь в грудь? Она очень удобно, хватается растения. Скажем, я вот даже могу вам показать, выкопать одно и тут же посадить. Да, вот специально Ганас Анатолий выкопает одно и тут же посадит. Вот она, как она, укапывается. И вот ты её сажаешь, да? Да. Ты её посадил в сторону, чуть отвёл, и оно там уже зашло под грунт. Ну, вот такая самодельная штучка, тоже интересная. Вот обычный мох, такой уличный мох, снял с кирпича, говорит Анатолий. И он даже дал, вот цветочки дал в аквариуме какие-то, вот они пошли. Конечно, интересно, погибнет он в дальнейшем или нет. А так вот много было разных роликов о неудачных пересадках уличного мха под воду. Ну, вот здесь мох живёт, и вот видно на нём, что что-то уже даже растёт на нём, на этом кусочке мха. Он с кусочком земли, да, или как-то с кусочком земли. Вот живёт ещё у Анатолия черепаха красноухая. В ванне живёт, да? Да. Ну, это она летом, а зимой где? Да, да. А на зиму будем делать террариум большой. А, объясняется. А зиму будем делать большой террариум. Вот, на зиму будет делать для неё террариум, а так пока она вот в ванной здесь вот. Ну, пусти, давай посмотрим, как она поплавает-то будет. У меня были черепахи, я их отдал, большие стали, и тесно им. Для них там надо большое помещение. Они какают, там фильтр ставят. Да, да, да. Вот она, красавица, кусается. Вот, кормит Анатолий черепаху устрицами. Вот такие устрицы на речке он ловит. Потом, что ты делаешь с ними, Анатолий? Я их потом разрезаю, и всё, раскрываю, разрезаю, кидаю к ней, и она их с удовольствием трескает. И как часто ты кормишь черепаху? Раз в три дня. Раз в три дня. Вот такими вот устрицами. Ну, это моллюски речные, да, получаются? Да, да, да. Как их беззубки называют. Беззубки. Вот, понятно. А здесь вот Анатолий пытается вырастить Артемию. Ну, здесь я смотрю, здесь кусочки этого самого речи, да, плавают? Да, здесь аквариумные растения чуть-чуть вон. А, ну, Артемии-то не видно, да, пока? Нет, пока нет. А ты что туда добавляешь, чтобы её вырастить? Я ещё туда накидал корок от банана. Сено накидал, но сено на дне там уже. Это бочка от стиральной машинки, просто вкопанная ёмкость. Ну, что получится, то получится, будет видно тогда. Ну, это вот, через месяц посмотрим. Вот Анатолий говорит, продал квартиру, купил вот здесь дом. Здесь, говорит, отличное место, потому что здесь природа. Сейчас вот мы пойдём на речку смотреть. Прям, говорит, выходит у него участок на речку. Уже начинается природа. Вот идём к реке с Анатолия. Вот она, речушка. Это у нас орлик, да, получается? Ака. Ака, она здесь узкая просто такая. Вот она, ака. Вот там вот мы даже рыбака видим. Вот он с удочкой идёт. Насколько я вижу, да. По-моему, рыбак. Вот так вот. Может быть, сюда вот заходим. Здесь погреб, что ли? Нет, там канализация. Люк. Вот она, речка. Ну, вот там вид вдалеке. Это Орёл уже, дома видны. Вот там Анатолий жил где-то, да? Нет, или это микрорайон. Нет, это приборостроительный. В любом основном, да. Продал квартиру, купил дом частный, да. Да. И решил на природе. На природе отдыхать. А вот впереди микрорайон как раз. Чудесная природа здесь. Это у нас деревня Плещеева, да? Да. Вот. Вот так вот.